В эфире РБК УФА мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Количество выданных кредитных карт в Башкортостане в феврале более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В феврале в республике выдали более 19 тысяч кредиток против 9 тысяч за февраль 2017. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй. На первом месте по объему выдачи карт Москва здесь выдано почти 40 тысяч штук или на 50 процентов больше чем годом ранее. На втором Московская область 30 тысяч штук и 40 процентов роста замыкает тройку Краснодарский край, где выдано 25 тысяч карт рост на 75 процентов. Замыкает топ-10 Новосибирская область. Аналитики Национального бюро кредитных историй связывают рост кредитования с использованием карт со стабилизацией экономической ситуации в стране. Всего в феврале в России выдали почти 670 тысяч новых кредитных карт, увеличившись на 63 процента по сравнению с таким же периодом 2017 года. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключит контракт на ремонт дороги Уфа-Аэропорт с компанией Дорстрой Уфа, сообщает издание Коммерсант Уфа. Компания была единственным участником торгов. Ее ценовое предложение в итоговом протоколе не уточняется. Ранее сообщалось, что на эти цели власти планировали потратить около 100 миллионов рублей. Подрядчик должен устранить колейность и заменить асфальт на участке от проспекта Салавата-Юлаева до пересечения с федеральной трассой М5. Работы необходимо выполнить до 25 октября. В августе прошлого года эта же компания уже становилась победителем аналогичных торгов. Тогда она получила контракт на замену дорожного покрытия на участке трассы от моста через реку Билую до пересечения с трассой М5 начальной стоимостью 143 миллиона рублей. Проблемами обманутых дольщиков в Башкортостане займется специально созданная организация. Региональный оператор по содействию строительству объектов. Подведомственная Госкомитету Республики по строительству и архитектуре структура появилась на базе Государственного проектного института Башкирский промстройпроект и уже начала работать. По словам руководителя регионального оператора Дамира Минибаева, который в свое время возглавлял и был инициатором создания Фонда развития жилищного строительства республики, главная задача – помочь дольщикам и застройщикам выработать механизм достройки объектов. У каждого объекта своя сложная ситуация. Нужно в ней детально разобраться, понять причины затруднений, вызванных в ходе строительства. И чтобы правильно принять пути решения завершения строительства, нужно выработать пути юридические, финансовые и прочие какие-то механизмы, которые позволят в дальнейшем сроке завершить строительство проблемных домов. По данным Госкомстроя Республики, сейчас в Башкортостане в официальном реестре 33 проблемных объекта и порядка полутора тысяч пострадавших. Однако потенциально их число превышает пять с половиной тысяч человек. Единого решения по объектам нету. Даже если мы говорим о смене застройщика, либо мы говорим об инвесторе в рамках банкротства, в каждом объекте эта ситуация развивается всегда по-разному. По-разному и по срокам, по-разному и по тому имуществу, либо денежных средствам, которые вовлекаются в оборот для завершения объекта. Поэтому говорит о том, что рекоператор создать единое решение невозможно. Какие объекты региональный оператор планирует достроить в этом году, станет известно в начале апреля. План работы опубликуют на сайте Минстроя России, сообщили в Госкомстроя Республики. Полностью решить вопрос о завершении строительства проблемных объектов в Башкортостане рассчитывают в течение двух-трех лет. Главное – не допустить появления новых долгостроев. И информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро подорожали. Курс доллара вырос на 17 копеек и оценивается в 57,17 рубля, евро в плюсе на 69 копеек – 71,26 рубля. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка долларов в банке БКС за 57,30, комиссия до 3% за обменную операцию. Продажа в Промтрансбанке за 57,65 рубля. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Запси и в Комбанке за 71,10 рубля. Продажа также в банке БКС за 71,44 рубля. И на этом пока все. Главные новости региона ищите на нашем сайте. До скорого.